Две конкурирующие фирмы представили истребителей, создание которых обошлось в несколько миллиардов долларов. Один назывался F-23, другим был F-22. Победитель поступал на вооружение ВВС США. Проигравший превращался в бесполезную груду металла стоимостью в миллиард долларов. Между двумя наисовременнейшими истребителями началось жесткое противоборство. Летчики-испытатели демонстрировали все, на что были способны их машины. После того, как F-23 совершил посадку, он больше никогда не увидел небо. Американские ВВС вошли в новое тысячелетие с F-22, обладавшим лучшей маневренностью и скоростными характеристиками. Новый самолет по своим летным и боевым качествам намного превосходит многоцелевой тактический истребитель F-15, состоящий на вооружении ВВС США. В этой модели удачно сочетаются такие важнейшие характеристики, как скрытность полета, отличная маневренность, способность выполнять крейсерский полет на сверхзвуковой скорости и высокая надежность. F-22 построен из легких, термостойких и прочных композиционных материалов. Благодаря технологии стелс, во время полета истребитель становится невидимым для вражеских радаров. Хвостовое оперение рассеивает раскаленные газы, защищая таким образом самолет от ракет с инфракрасными головками самонаведения. Чтобы сделать корпус самолета более обтекаемым, все вооружение размещено внутри фюзеляжа. Горловина заправочного отверстия также утоплена в корпусе. Всестороннюю проверку любого нового истребителя невозможно провести безопытного, умелого и отважного летчика-испытателя. За последние 10 лет этот самолет стал частью моей жизни. Для того, чтобы поднять истребитель в воздух, а потом удачно приземлиться, требуется много усилий. И с каждым годом мне приходится все тяжелее. На F-22 имеется силовая установка с системой векторной тяги, что позволяет двум двигателям при необходимости работать в регулируемом, рассогласованном режиме. И таким образом истребитель может выполнять эффективное маневрирование и быстро менять направление полета. Предполагалось, что на ближайшие 20 лет F-22 обеспечит себе прочное господство в воздухе. Но на горизонте появился соперник. Его двигатели также имеют систему векторной тяги. Это самолет, созданный для третьего тысячелетия. Он летает быстрее, чем F-22, и, вне всякого сомнения, обладает лучшей маневренностью, особенно в ближнем бою. Это российский истребитель Су-37. Почти неотличимый от других истребителей своего класса, Су-37 способен выполнить в воздухе немыслимые маневры. Современные истребители — очень тяжелые машины, что отрицательно сказывается на их летных качествах. Но Су-37, выделывающие в небе трюки, от которых стынет кровь в жилах, кажется, не подвластен законам гравитации. Другие истребители, осмелившиеся повторить подобное, развалятся прямо в воздухе. Система векторной тяги двигателей и переднее горизонтальное оперение позволяют самолету осуществлять различные повороты на углы, достигающие 360 градусов. 20-тонная махина способна почти мгновенно изменить направление полета. Такая маневренность дает истребителю преимущество в бою. Во время демонстрации Су-37 летчик-испытатель предложил своим коллегам провести в воздухе учебный бой. Желающих принять вызов не нашлось. Су-37 это повелитель неба. Истребители становятся все быстрее и уязвимы.